Из-за оттепеля ходить по улицам городов европейской части России стало опасно. Дороги и тротуары покрыты льдом и водой, а с крыши нависают массы снега. Уже зафиксировано несколько ЧП. В одном из них серьезно пострадала девушка. Репортаж Муниса Усмановой. Все произошло именно здесь. Опасная зона уже была ограждена. Рабочие сбрасывали снег сверху, а их напарник внизу предупреждал об этом прохожих. По словам уборщиков, девушка не послушалась и прошла за оградительную ленту по направлению к этому зданию. В это время сверху полетели комки снега и льда. На кровле непосредственно работало два человека, а один человек стоял внизу. Их вина в произошедшем. Никто не снимает с них ответственность в этом. В том, что он не углядел. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют в МВД. Рабочие задержаны и дают показания. Девушка получила закрытый перелом правого плеча и находится в больнице. А вот эта жительница Нижнего Новгорода несколько дней назад снежного удара не пережила. Скончалась еще до приезда скорой помощи. Лавина снега барабанит по припаркованным машинам. По счастливой случайности никого под ней не оказалось. Еще одна история везения. Какие-то полметра спасли этих людей. В этом ледовом бою проиграла уже не одна машина. И метеорологи опасаются, что пострадавших будет еще больше. Повсюду идет потепление. Сосульки – это самая главная опасность на ближайшее время. Дело в том, что мы примерно подсчитали, что сосулька массой в один килограмм, примерно падая с четвертого этажа, обладает энергией порядка 135 джоулей. Это для сравнения эквивалентно энергии пули, выпущенной из пневматической винтовки калибра 6,35 мм. Ну и, соответственно, попав под такой обстрел, не представляется возможным остаться невредимым. В буквальном смысле острая угроза нависает над головами прохожих. Все, что в ближайшее время не уберут, может привести к очередной трагедии. Вот так же неосторожно сбивая льдину, прошлой зимой в Петропавловске-Камчатском погиб ребенок. Вслед за сосулькой на него упала масса снега и льда. Огромкий случай в Новосибирске, когда упавшая с 14 этажа глыба убила молодую девушку, заставил городские власти в этом году тщательно убирать снег с крыш. В ход идут и квадрокоптеры, и профессиональные альпинисты. А управляющие компании участвуют в своеобразном антиконкурсе. За каждое фото невыполненной работы, которые присылают горожане, получают очки. Главный приз, повестка в суд и штрафы. К помощи жителей обратились и ульяновские власти. Уже работает горячая линия. В этом году уже мы получили более 70 обращений граждан. По каждому была проведена проверка и устранены были все эти нарушения. Но в случае не устранения мы готовы, конечно, применить и меры административного воздействия, но пока таких мер мы не принимали. За все увечья и порчу имущества ответственность несет управляющая компания, обслуживающая тот или иной дом или владелец здания. Впрочем, всегда лучше просто быть внимательнее. Опасные зоны, как правило, ограждены. Но даже если нет никакого предупреждения, признаки буквально под ногами. Большая наличь на тротуаре говорит о том, что наверху тают сосульки. Естественно, нужно оценить состояние карнизов. Снег и лед падают параллельно зданию на расстоянии 1-2 метров от него. Так что лучше держаться подальше от фасадов. А опытные спасатели призывают не терять бдительности, даже если вам удалось укрыться от падающего куска льда. Ведь следом за ним с крыши обычно падает большой слой снега.